Взрослый друг, который будет меня поддерживать в трудную минуту, в сложных жизненных ситуациях, который мне скажет, я в тебя верю. Я хочу такого расставника, чтобы поддерживал все время. Какая бы ситуация ни была, чтобы поддерживал постоянно. Чем-то помогал, настраивал, допустим, на каком-то, если будет цель, помогал добиться этой цели. Нужен такой человек новый. Каждому человеку нужен взрослый друг. Особенно этим ребятам. Почти 20 воспитанников детских домов в этом году закончили 9 классов и собираются начать новую самостоятельную жизнь. Поддержка и дружеское участие им очень нужны. Именно поэтому благотворительный фонд «Это чудо» разработал проект наставничества, с помощью которого выпускникам центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нашли старших друзей. В течение полугода неравнодушные люди обучались в школе наставников, постигая премудрости педагогической науки и основы общения с подростками. Одновременно в эфире национального телевидения, в соцсетях, на сайте благотворительного фонда размещались введенки этой детей. Нашей общей целью было познакомить ребят с их новыми друзьями. Проект успешно реализовался на территории Чувашии. 20 детей у нас нашли, наставников, которые постоянно дружат, общаются, поддерживают хорошие связи между собой. И мы очень довольны, что все у нас получилось. Конечно, ребята, живущие в детских домах, не круглые сироты. У большинства есть родственники и даже родители. Но по разным причинам эти дети оказались в социальных центрах. И рассчитывать им приходится в первую очередь на себя. Стать врачом, хирургом, закончить 9 класс и пойти в медколледж. Потом, ну, там 4 года научиться, это среднее, ну, такое вот будет образование. Потом пойти на высшее, вот уже на хирургическое отделение. Каким хочешь стать? Футболистом. Буду лучшим и герпоком. Самая главная мечта – это быть успешной в жизни, чтобы все получилось. Вот. Ну, что для что будет? Быть удачно замуж, карьеру построить, семью. Понятно, чтобы эти мечты и намерения исполнились, ребятам придется потрудиться. И помощь взрослых людей, их опыт, навыки будут очень кстати. Подросток, он просто, в силу того, что он не имеет опыта за плечами, он может столкнуться с определенными трудностями в своей жизни. Когда он начинает учиться, он уходит куда-то уже после школы, поступает, и, конечно, у него возникают определенные трудности. И в этом как раз и нужен наставник, чтобы подсказать, помочь, решить какую-то его проблему, помочь в какой-то сложной ситуации, просто поддержать морально в некоторые моменты. Я, когда шла в проект, в принципе, я сама себе задавала данный вопрос, что я могу дать ребенку вообще, насколько я способна и буду полезна этим детям. Я считаю, что да, у меня есть опыт, определенный жизненный опыт, и, соответственно, есть желание, конечно. Татьяна и Геннадий – молодые и уже состоявшиеся люди, которые хорошо знают секреты успеха и готовы ими поделиться со своими новыми подопечными. Самое главное – это, в первую очередь, уважение к себе, а в дальнейшем, если будешь уважать себя, делать свои дела по совести, работать по совести, то и признание будет у остальных людей. За время проекта Геннадий успел подружиться с Ильей. Он уже знает, чем нужно помочь мальчику в первую очередь. В первую очередь определился с образованием своим. Даже больше не нас слушал, не своих преподавателей, друзей, а то, что ему ближе, в этом, я считаю, главная задача. В конце учебного года ребята из детских домов и интернатов республики съехались на традиционный творческий конкурс. Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то пришел поболеть, собрался полный зал. И стало особенно хорошо, заметно, сколько еще ребят нуждаются в нашем с вами участии. Ведь за год проблему не решить, и дружба не имеет хронологических рамок. Наставником может стать каждый желающий. Нужно только адекватно оценить свои силы и пройти обучение. Это очень ответственная работа. Я называю это работой, потому что, в общем-то, приходится человеку больше над собой работать, преодолевать свои психологические какие-то трудности общения. И, конечно, должно быть огромное желание дать что-то этому ребенку. И вот не у всех это получается, хочу сказать, как бы мы ни старались. Но, тем не менее, вот еще раз повторюсь, что 20 человек у нас уже подружились. В любом случае нужно пройти или школу приемных родителей. Дано это проходят те родители, которые хотят стать именно, принять семью ребенка, да, и стать опекуном. Или вот упрощенный наш механизм, это школа наставничества, там не так много занятий, то есть не такой большой поток знаний. Но эти знания, они необходимы для того, чтобы научиться взаимодействовать с ребенком, который долгое время, в общем-то, находился в таком закрытом учреждении. Если вы готовы стать другом ребенку из детского дома, обращайтесь в благотворительный фонд «Это чудо» или в школу приемных родителей, центра сопровождения замещающих семей. Субтитры сделал DimaTorzok